Это только спорт на РЖД ТВ, не просто эфира, а настоящий канал о спорте и о жизни, как всегда. Меня зовут Владимир Беляков, а у нас в гостях сегодня Мария Жаркова, президент детской футбольной лиги. Мария, здравствуйте, спасибо, что пришли. Повод у нас блестящий. Очередной сезон Лакобола стартовал. Что это значит для вас, Лакобол, и вообще для детской футбольной лиги? Здравствуйте, Владимир, спасибо большое за приглашение. Действительно, всегда очень рады приходить к вам на РЖД ТВ. Да, действительно, у нас 7 апреля прошла презентация уже 17-го по счету Международного фестиваля Лакобола РЖД, традиционно с представителями российских железных дорог, организаторов российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив», конечно же, футбольного клуба «Локомотив», воспитанников Академии «Локомотив». Это действительно крупнейшие соревнования в нашей стране в своей возрастной категории. У нас традиционно играет вся Россия. И мы очень рады, что в этом году у нас вновь увеличилось количество турниров для команд девочек. Это такая очень приятная традиция, тенденция последних лет. Когда-то в 2014 году, когда это только начиналось, соревнования для девочек, это действительно были, наверное, ну, единичные команды, коллективы. Сейчас это такая тенденция в нашей стране, в том числе и Российским футбольным союзом, активно поддерживается. Кто следит за российским футболом, видит, как развивается Суперлига. Это высшие соревнования для женских команд. У нас появляется ЮФЛ для девочек. И, конечно же, Лакобол — это один из тех турниров, который был, наверное, один из первых, который поддержал, скажем так, развитие футбола для девочек. И мы очень рады, что в этом году у нас сильно увеличился юг. У нас будет играть и Владикавказ, у нас будут действительно играть республики, черкеска. Мы очень постараемся в этом году сделать турнир в Махачкале. В прошлом году у нас был такой бум на Дальнем Востоке. И в Сибири у нас впервые, наверное, в Барнауле собралось представители 12 сразу регионов. Это у нас есть команда из Южно-Сахалинска, из Петропавловска, Камчатска. И это действительно такое, наверное, серьезное достижение с точки зрения развития турнира для соревнований вообще для команд девочек. Поэтому очень рады. В этом году у нас, ну, уже на протяжении последних пяти лет, у нас проводятся турниры на БАМе. И в этом году у нас впервые будет город Усть-Илимск. Это будет третий, то есть мы захватим практически, скажем так, БАМ на всей его протяженности. У нас будет Усть-Илимск, Сиропайкальск и Тында. Поэтому действительно, да, был старт, и в мае у нас будут проходить все наши отборочные турниры. Ну и, как обычно, это такой большой праздник для мальчишек, девчонок. О, да, конечно, безусловно. Мы за этим тоже с блеском всегда и с интересом наблюдаем. Давайте об актуальных событиях этой недели, которые мы скрупулезно все редакции собирали, сейчас посмотрим в нашей рубрике, а после продолжим разговор о Лакобол-2023 РЖД. Баскетболисты Локомотива Кубань в финале единой лиги. В решающем матче серии против ЦСКА железнодорожники в гостях добились победы. Все решилось в овертайме. 103-100. Финальную серию кубанцы начнут 6 мая. В рамках РПЛ футболисты Локомотива принимали Химки. Матч на РЖД-арене закончился разгромом 5-1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. По разу отличились Антон Миранчук и появившийся на замену Иван Игнатьев и Вильсон Изидор. В Сочи стартовал розыгрыш Кубка ОАО РЖД по футболу 8 на 8. В турнире принимают участие команды 16 железных дорог. Победителей определят 6 мая. Чемпионское звание защищают футболисты Горьковской магистрали. 13 мая Академия футбольного клуба «Локомотив Москва» проведет конкурсный отбор мальчиков от 8 до 12 лет. Также для участников будет организована развлекательная программа. Записаться и узнать все подробности можно на сайте. Это только спорт. На РЖДТВ мы продолжаем говорить о детском футболе и о локоболе. Конкретно яркая довольно-таки была презентация очередного уже 17-го по счету турнира. Я только фотоотчет посмотрел. Как человек, который все это организовал и был внутри, что это было, как это все прошло? На самом деле это действительно было таким ярким событием. Я думаю, мальчишки, девчонки, которые смогли присутствовать на этой презентации, для них надолго запомнится. Гостями этой церемонии у нас стали, как обычно, традиционно представители РЖД, РФСО «Локомотив». В этом году наш фестиваль посвящен году наставника и педагога, который объявлен в нашей стране. Именно поэтому у нас были представителями тренерского штаба. Была Елена Александровна Фомина, она является главным тренером женской команды. У нас был Юрий Павлович Семин, тренер, наверное, легенды. Это не надо представлять, вижу условно. Да, это тренер легенды «Локомотива». И особенно приятно, что Юрий Павлович был одним из тех, кто начинал этот фестиваль. Именно при нем он был создан. И для нас действительно это очень приятно, что на протяжении стольких лет Юрий Павлович приходит. Это действительно для мальчишек было большим сюрпризом, для девчонок тоже. Большое внимание уделено именно тренерскому искусству, тренерскому мастерству. Я думаю, такие имена, как Константин Бесков, Гавриил Качалин, конечно же, Юрий Семин. Известно, наверное, каждому футбольному болельщику. И, конечно, тем ребятам, которые начинают, продолжают свой футбольный путь. И вот в рамках турниров «Локобола» мы бы хотели побольше познакомить с их биографией, с их философией. Возможно, кто-то спустя какое-то время также станет тренером, тоже будет наставником. Конечно, мы уделим особое внимание тем, кто сейчас работает с мальчишками, с девчонками. Потому что, на мой, наверное, даже личный взгляд, это надо обладать большим талантом. И терпением, и очень много умений нужно в себе сочетать. Что касается конкретно этого турнира, 17-го, как мы уже сказали, по счету, какие-то отличия от предыдущих или что-то, нам нужно какую-то, может быть, справочную информацию дать? Сколько команд или участников по всей стране можно ли вообще посчитать? Приятная тенденция того, что все-таки действительно увеличится, увеличивается количество турниров, и за счет этого увеличивается и количество, конечно же, участников. Ежегодно тут порядка трех тысяч команд по всей стране. У нас все субъекты нашей страны задействованы. И очень приятно, что с года 2019-го у нас играют даже отдаленные регионы, где, наверное, больше развит мини-футбол. Но, тем не менее, у нас играет Нарьинмар, у нас играют Сургут. Это очень здорово. Удивительная, наверное, для меня лично была такая история. У нас в прошлом году позвонили организаторы из Ноябрьска и сказали, что у них огромное желание провести турнир для команды девочек. Но, конечно, мы не можем не потерять такие инициативы. И в этом году у нас действительно они включены в регламент и будут проводить для девчонок. И победители поедут в Барнаул на межрекиональный этап. Развивается именно и организаторская такая история. И, конечно же, команд у нас каждым годом все больше участвует. Это, мне кажется, один из самых популярных соревнований в нашей стране. И главной его особенностью является, конечно, спонсорская поддержка российских железных дорог. Потому что, к сожалению, не всегда есть, наверное, у команд возможность участвовать за счет школы, за счет где-то родителей. Тем более, в межрегиональный этап у нас оплачивается проживание и питание для команд. Суперфинал полностью вместе с проездом. И это действительно такая очень хорошая мотивация для команды принимать участие, показывать результаты. Фестиваль, в принципе, одной из его задач является селекционная работа для Академии Локомотива, для футбольного клуба Локомотив. Поэтому на межрегиональный этап у нас выезжают тренеры, селекционеры Академии. И, конечно, команды хотят приехать туда, у них есть большое желание, чтобы их заметили, ребят посмотрели. И вот уже с 2012 года у нас существует такой проект, как сборная Локобол РЖД. В этом году, да, мы подводили итоги, ну, просто решили хотя бы посмотреть, где ребята, которые проходили через эту сборную. Порядка десяти ребят уже действительно находятся в Академиях. Двоих мы нашли уже в юношеской сборной. Это очень здорово, того, что вот сборная Локобол РЖД позволяет ребятам из регионов попасть в лучшую Академию нашей страны. И, дай бог, в скором времени мы увидим их и на профессиональной арене. Ну, о том, кто через Локобол прошел и стал действительно известным футболистом, мы тоже сегодня, конечно, поговорим. Ну, а прямо сейчас наша традиционная рубрика «Спортивные вершины». И после нее продолжим беседу. Она долго относилась к шахматам как хобби, а через несколько лет стала чемпионкой. Интеллектуальной игре Оксану Костину научил отец. Потом школьница тренировалась в шахматной секции. В 12 уже выступала на соревнованиях для взрослых. В 6-м классе отличницу наградили путевкой в Артек. Там Оксана сражалась с шахматы со сверстниками из разных стран. Судили международный турнир гроссмейстеры, карпов и зайцев. «Мальчишки и девчонки играли наравне», вспоминает Оксана. «Первое место занял парень, а за второе я билась с девочкой из азиатской страны. Мы шесть партий сыграли в ничью. Так и поделили второе место». После школы девушка поступила на математический факультет Кемеровского университета. Вышла замуж, родила двух дочерей. Занятие спортом пришлось отложить. Несколько лет шахматы пылились на полке. В 2008 году Оксана устроилась в РЖД оператором по обслуживанию и ремонту вагонов депо Новокузнецк-Северный. Однажды на корпоративном вечере в шутку обыграла в шахматы весь коллектив. С тех пор защищает честь предприятия на соревнованиях всех уровней. Говорят, что шахматы – легкий вид спорта, размышляет железнодорожница. Однако мы перед каждыми соревнованиями получаем справку от врача о том, что годны по здоровью. И не зря. Во время поединка уровень стресса очень высок. Чтобы не терять сноровку и тренироваться с сильными соперниками, Оксана освоила формат онлайн-турниров. И научила младшую дочь играть в шахматы. Дома растет достойная смена. Иногда обыгрывает в шахматы даже меня, смеется спортсменка. Это только спорт на HDTV. Мы говорим сегодня о детском футболе. Мария, для вас, вот, лакобол, что значит этот турнир? Лично у меня, наверное, вызывает восхищение то, что фестиваль живет уже столько лет. То, что это действительно один из, наверное, таких важных очень проектов для российских железных дорог. Самый важный проект для детской футбольной лиги – это крупнейший фестиваль, с организатором которого мы являемся. Несколько слов о том, как будут проходить вот эти региональные и прочие этапы. Как отсеиваются из такого огромного числа команд и в итоге определяются финалисты? Что это за ступени? У нас уже годами, наверное, отработанная именно система, которая очень эффективна. У нас сначала проходят региональные турниры, на них выступают команды мальчики, могут вычаствовать только в своем регионе. Девчонки, поскольку на сегодняшний день пока еще у нас нет всего охвата по России. Но я очень, на самом деле, надеюсь, что наступит тот год, когда у нас количество турниров для мальчиков будет соответствовать количеству турниров для девочек. Девчонки у нас все-таки догонят. Вот, и мы будем активно работать в этом направлении. Сначала проходят региональные турниры, следом победитель отправляется уже на межрегион. Города межрегионы у нас обычно определяются, исходя из территориальной близости. То есть у нас нет того, что обязательно должна быть какая-то привязка к федеральному округу одному, либо к футбольной какой-то составляющей, поскольку дорогу здесь оплачивают сами команды. И мы все равно стараемся организовать это так, чтобы для них бы это было менее затрат. И уже победители межрегионального этапа у нас приезжают на суперфинал в Москву. Это традиционно уже в протяжении последних нескольких лет 16 команд мальчиков и 4 команды девочек. Конечно же, в суперфинале у нас участвует московский «Локомотив» как хозяева турнира. И уже на протяжении 2019 года эта сборная «Локомотив» РЖД составляется из лучших игроков тех команд, которые не прошли в суперфинал. Но не всегда «Локомотив» побеждает. Как то было, например, в 2022 году, об этом тоже сейчас два слова, наверное, скажем, после нашей очередной рубрики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это только спорт на РЖДТВ. Мы продолжаем говорить о фестивале детского футбола «Локобол», который стартовал в этом году. А я хочу перенестись в лето 2022-го в Лужники, где как раз-таки был финальный матч юношей. И после этого победители пришли прямо к нам в студию РЖДТВ, выездную на нашу локацию. И я наконец-таки ее действительно увидел, пообщался с этими победителями. Это был не «Локомотив», но тем не менее прекрасные молодые ребята и девчата, конечно, тоже подошли. Вот эта концентрация, да, вот эти, пройдя вот эти все жирнова отбора, они приезжают и показывают здесь, наверное, свой максимум. Или нет? Или что это за финал? Каждая команда, которая приезжает на суперфинал, хочет показать свой максимум. Бывает сложно, потому что это эмоции, это другой город, это действительно сильнейшие команды нашей страны. Поэтому каждая команда справляется с этим по-разному. Кто-то, скажем так, прыгает выше своих ожиданий, у кого-то, к сожалению, не все получается. И тем не менее это детский футбол, это, наверное, одна из также его прелестей, того, что заранее очень сложно предсказать. Тем, наверное, даже более интересно следить за ребятами, следить за тем, как они выступают, как они играют, как у них периодически игра меняется по ходу турнира. Ну да, действительно, наверное, за эти три дня они переживают максимум эмоций, тем более это суперфинал. И, конечно, мы стараемся делать, чтобы это была не только спортивная составляющая, не только прекрасные поля Рожиде-арены и Сапсан-арена. Ну и, конечно, это дополнительная программа. У нас чаще всего мы делаем для ребят экскурсию по Москве. Для них очень интересно посмотреть и Красную площадь, и смотровую площадку на Ложниках. В один из дней мы стараемся делать какую-то программу, посвященную тому году, который у нас проходит. То есть в этом году у нас будет год педагога и наставника. И для ребят это действительно дополнительные такие эмоции, помимо того, что такой огромный спортивный праздник у них проходит на стадионе. У них очень насыщенная программа. И, наверное, воспоминания потом еще очень долго. Да, действительно, в прошлом году у нас победителем среди команд мальчиков стала Динамо из Воронежа. Воронеж, да. И у девчонок у нас выиграла Московская Чертанова. В тот момент, скажем так, они показали, наверное, чуть больше, чем Локомотив, поэтому... Да, ну, в конце концов, действительно, финал есть финал. Побеждает сильнейший тут тоже. Даже и спорить бессмысленно. Что касается тренеров, вы же тоже год наставника, да, в текущий. Вы с ними регулярно общаетесь, в разных регионах в том числе, да, и с теми, кто приезжает потом в финал, в суперфинал. А какая обратная связь? Что они говорят о том, что общается с детским футболом, как им локобол и так далее? На самом деле, на мой взгляд, очень сейчас... Ну, гораздо больше стало делаться именно с точки зрения развития детского футбола. У нас в стране в конце прошлого года Российский футбольный союз организовал конференцию для детских тренеров. Это прекрасная площадка для того, чтобы обмениваться опытом, делиться знаниями. Причем приходили, приглашали специалистов, которые начинали, например, Игорь Осенькин, который сейчас является главным тренером клуба РПЛ «Крыльев Совета». В свое время начинал с детского футбола, участвовал в своей команде в турнирах детской футбольной лиги. И это действительно очень такой полезный, наверное, опыт, которым он может поделиться и рассказать о том, ну, о разных абсолютно аспектах футбола, потому что детский и юношеский футбол — это одна история. Все-таки РПЛ — это уже профессионал, это уже другие абсолютно цели и задачи, поскольку детский и юношеский футбол — это все-таки больше про обучение, про то, чтобы воспитать игроков для сборных, для профессиональных клубов. Поэтому здесь действительно есть свои особенности. Одна из таких прям важных, на наш взгляд, вещей — это то, что тренеры Академии «Локомотив» едут на межрегиональные турниры, и кроме мастер-классов, которые они делают для детей, мы все-таки стараемся делать некие семинары, чтобы они могли рассказать о том, как строится работа в Академии и в «Локомотиве» непосредственно. Тренеры из регионов рассказывают о том, что происходит у них. Зачастую в регионах есть какие-то просто особенности, о которых интересно послушать, действительно интересно обменяться этим опытом. Хорошая, очень важная, наверное, особенность межрегиональных турниров того, что есть этот обмен. Думаем сейчас о том, чтобы в рамках турниров именно детской футбольной лиги делать такую площадку, где тренеры могут встречаться, могут общаться, могут рассказывать о том, что происходит у них, и заимствовать какие-то интересные вещи для себя. РЖД немало делает для спорта, в том числе и для спорта детского. Вот одна из историй в рамках нашей рубрики «Лок вперед!». Смотрим. РЖД «Лок вперед!» РЖД «Лок вперед!» Это только спорт на РЖД «ТВ». Мы продолжаем говорить о детском футболе. Мария Жаркова у нас в гостях, президент детской футбольной лиги. Мария, вы наблюдаете, как никто, наверное, за детским футболом, как мало кто, скажем. Что с уровнем? Как вообще? Можно ли как-то говорить о том, что он растет, или он на одном и том же уровне, или это какие-то вспышки? Вот как? На мой взгляд, на самом деле, в последнее время действительно стало и вниманием больше уделяться именно детскому футболу. Немножко у нас, наконец, начала меняться история о том, что важна победа здесь и сейчас, все-таки детский футбол. И об этом говорят действительно специалисты, заслуженные тренеры, которые работают с детьми, о том, что все-таки детский футбол – это про обучение. Победа в турнире, к сожалению, не дает гарантии того, что ребенок действительно обучился всему тому, что необходимо в его возрасте. И поэтому все-таки сейчас потихонечку мы движемся в направлении того, что детский футбол и детские турниры – это этап обучения футболистов, футболисток. И что победы важны уже на более высоком уровне и в более, скажем так, старшем возрасте. Поэтому уровень детского футбола растет. На самом деле, знаете, очень интересно смотреть на турнирах именно про региональные команды. Очень интересно наблюдать, когда на соревнованиях по младшим возрастам приезжают команды из регионов и показывают действительно потрясающую игру, интересную игру и показывают уже результаты даже. Понятно, что это не самое главное, действительно, в этом возрасте. Главное, чтобы ребята учились, ребята совершенствовали свое мастерство. Но, тем не менее, очень интересно за этим наблюдать. Тысячи и тысячи футболистов прошли через Локобол, в том числе, через ваши турниры за все эти годы. Я понимаю, что за всеми уследить, наверное, сложно, но, тем не менее, наверняка же вы… О, а я его помню, как он там бегал десятилетним, одиннадцатилетним, что-то такое. Бывают такие истории? Ну, конечно. На самом деле, знаете, основателем детской футбольной лиги являлся Виктор Николаевич Горлов. И очень было всегда интересно с ним, поскольку у него действительно… Ну, лига существует уже 30 лет, он будет в следующем году. И понятно, что там за этот период он помнит огромное количество ребят, которые только начинали. Я в ДФЛ работаю на протяжении 8 лет, и, наверное, те футболисты, которые при мне играли у нас, еще пока только подходят, там, большинство из них к профессиональному именно футболу. Вот. Но даже уже там по себе могу сказать, наверное, один из первых моих турниров детской футбольной лиги, это был чемпионат ДФЛ, а там играла Калининградская Балтика, и было очень интересно потом увидеть сначала этого игрока, он в Московской академии был, а потом сейчас уже пошел, ну, там, профессиональный уровень. Даже в рамках сборной, которые были, составлялись вот по локополу, первый такой, скажем так, у нас пробный, наверное, проект был в 2014 году. Он назывался, на тот момент назывался сборная 2022, и футболисты, те, которые попадали в ту сборную, сейчас действительно играют в клубок премьер-лиги. То есть, как в воду глядели. Ну что, самое время для челленджа, но он сложный, честно вам скажу, Мария, наверное, самый сложный из челленджей, который был в рамках нашего проекта, только спорт. Я сейчас попрошу моего коллегу Тимофея Кабакова, режиссера этого эфира, включить первую фотографию. Ну вот посмотрите-ка, вообще, да, посмотрите, как сложно, да? Кто это, казалось бы? А вот самый стоит крайний, это Сергей Пеняев. Да не может быть, я говорил, что будет сложно. Посмотрите. В тот год он стал лучшим игроком, его признали на самом деле. В этом году буквально, ну то есть у нас в рамках детской футбольной лиги есть такая премия, называется «Первая пятерка», она вручается лучшему молодому игроку РПЛ. В 2022 году им стал Сергей Пеняев, мы как раз смотрели это видео, где он дает интервью. Вот, скажем так, да, в тот год они стали чемпионами. 2013 год, но вы и правда, Сергея очень сложно узнать в этой фотографии, тем более он уже что-то уходил, отвернулся, я уже лучший игрок и чемпион, и пошел. Действительно, автор самого молодого гола за сборную России, как мы недавно тоже узнали, тоже проходил через локобол, являясь и победителем, и лучшим игроком сезона 2013. Ну что, неплохое начало, давайте попробуем дальше. Следующая, следующая фотография. Вот так вот, Мария. Посложнее, да? Сложнее. Чуть сложнее. Подскажу тогда. В той же команде, что и Сергей, он играет как тогда, так и сейчас. Но еще тут просто эмоция. Очевидно, парень либо с коллегой своим одноклубником спорит, либо с судьей. Ладно, не буду вас тогда мучить. Кирилл Никишин, это тоже воспитанник Академии, да, и человек, который прошел через локобол. В конце прошлого года пополнил он основу локомотива, уже успел отличиться в официальном матче. Да, да, и тоже, кстати, победил в суперфинале локобол 2015. Ну и... Я же больше скажу, они в одной команде были, я так понимаю, с Худяковым? Наверное, да. Даниилом, да, который тоже один из, скажем так, воспитанников, и кто играл и играет в основной команде локомотив. Давайте третью фотку посмотрим. Ну вот и он, собственно говоря. Ну вот и он. Все сюрпризы мы выдали заранее. Действительно, чемпион локобола 2015, и при этом лучший вратарь в прошлом сезоне львиную долю матчей в основе провел и показал себя действительно высококлассным игроком. Будущее, скорее всего, и локомотива, и сборная России. Действительно, это Даниил Худяков. Ну и это просто крупицы, на самом деле, тех примеров, которые мы могли бы привести. У меня огромная просьба. Побольше фотографируйте этих ребят, этих финалистов, футболистов, чтобы наша рубрика тоже потом полнилась и новыми фотками, новыми историями, чтобы это действительно все продолжалось. Потому что оно того стоит. Да, прямо секундочку добавлю. В этом году сразу 9 футболистов. Те, кто играли в свое время в локобол в разных командах, в разных возрастах. В этом году они вошли в состав, скажем так, основной команды локомотива. Это очень радует того, что действительно фестиваль, наверное, дает такие плоды. И это очень здорово наблюдать за тем, как вот из мальчишек, которые в свое время выходили на поле в рамках локобола, они становятся игроками основной команды железнодорожников. О да. Мария, мы рассказали немало сегодня историй того, как из вот этих вот маленьких футболистов вырастают большие профессионалы. На самом деле, насколько реально наметать глаз, чтобы понять, вот этот вот парень, это там Пеняев 2-0? Ну, на самом деле, я считаю, что действительно есть люди, которые умеют видеть это, скажем так. На презентации в том числе был Борис Петрович Игнатьев, который заслуженно является заслуженным тренером, но с вице-президентом является детской футбольной лиги. Это человек, который всю свою жизнь посвятил футболу, и он действительно умеет это видеть. На самом деле, честно, искренне прям белой зависти завидую, потому что это очень здорово, когда уже там, ну, ребенку, не знаю, там, 8-9-10 лет, и человек уже понимает о том, что вот из него может действительно вырасти звездочка, и сборные некоторые наши, да, действительно собирает Борис Петрович, потому что, да, я считаю, что есть такие люди, которые, ну, во-первых, они профессионалы в своем деле, они там всю жизнь увлекаются, смотрят, занимаются футболом, и поэтому, поэтому да. Ну что, давайте вместе посмотрим, что нам принесет Локобол-2023 РЖД, как он пройдет, мы обязательно встретимся после того, как он закончится, подведем итоги. Спасибо за эту беседу. Хорошего сезона, больше красивых, ярких матчей, больше звездочек футбольных во всех регионах нашей страны, пусть будет. И спасибо за то, что вы делаете. Спасибо вам большое. Спасибо. Это «Только спортная ЖТВ» у нас интересна всегда. Программа о спорте и о жизни. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова